Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. С вами Ольга. Я сегодня хочу рассказать более подробно о чае, который мы принимаем на нашей терапии. Он называется Паудиарка, хотя у него есть еще два других названия. Мы на них сегодня также посмотрим, и на его свойства. И это будет полезно, конечно, особенно для тех, кто недавно присоединился к каналу и хочет исполнять терапию Герсона. Индейцы амазонских тропических лесов ценят Паудиарка. Кто знает тоже, сколько времени за его исцеляющие свойства. И Паудиарка – это часть растения, а именно внутренняя кора от дерева табебиуа. Вот так оно выглядит. Это не полный его рост, это, вероятно, когда оно цветет. И растет оно до 125 футов в высоту. Один фут – это где-то 32 сантиметра. Можете умножить, чтобы посмотреть. Этот чай также называется Тахиба или Лопачу. И, кстати, в книге-переводе на русский язык терапия Герсона там употребляется именно два этих слова, чтобы вы просто знали, что это такое, если в руках у вас книга. То есть Тахиба или Лопачу – это то же самое, что и Паудиарко. Паудиарко – кора. Индейцы, амазонки использовали Тахиба для того, чтобы победить кандиду, а также лечить желудок, воспалительные какие-то состояния и кожу. И вот есть причины, по которым лучше применять этот чай. Первый, который называется – это антибактериальное. Пока проводились исследования, которые показали, что кора Паудиарко обладает антибактериальным и противогрибковыми свойствами. И вообще непонятно, какой механизм в этом задействован, но точно известно, что этот чай подавляет бактерии и грибки, которым нужна энергия для того, чтобы жить и расти. И, конечно, несколько составляющих в этом чае были найдены, которые несут нам очень хорошие свойства для выздоровления. Например, в журнале «Фитомедицина» говорили о бета-лапо-хоне, наверное, так. Это химическое вещество, находящееся в Паудиарко. И о нём сказали, что оно подавляет и лечит стафилококк, который уже не поддаётся химическим таблеткам или лекарствам метилселину. И Паудиарко также известен тем, что он помогает замедлять развитие хеликобактерии. То есть это та бактерия, которая ассоциируется с язвой желудка. То есть, посмотрите, этот чай хорошо для тех, у кого язва желудка. Также другое исследование, опубликованное в фитотерапии, показало, что этот чай значительно ускоряет исцеление от гастритов. Ну, то есть, видите, проблемы с желудком – это ваш чай, у кого проблемы с желудком. Ну, а женщины будут его уважать за то, что он помогает лечить кандиду. Это тип дрожжевой инфекции. И большинство средств, которыми лечится эта инфекция, они должны употребляться внутрь. То есть, отражаться с ней нужно изнутри. Но паудиарка чая показал, что он может убить кандиду, не только если будете вы его выпивать, этот чай, но также если снаружи применять. И в этом его ценность. Кроме того, он очень богат витаминами и минералами. Вот так выглядит эта настроганная кора, внутренняя кора именно этого дерева. И посмотрите, что в ней есть. Исилен, и кальций, и цинк, витамин А, В и С, магний и калий. Почему мы его применяем на терапии Кёрсона? Потому что он обладает противовоспалительными свойствами. В этом чае составляющие подавляют выпускание особых химических веществ внутри нас, которые спускают с курка воспалительные процессы. И были исследования 2012 года, показывающие, что боли, вызванные воспалением, ушли на 30-50%. Также исследование, опубликованное в другом журнале, показало, что этот чай, сделанный из этой коры, блокирует несколько воспалительных химических веществ. И подавляет продукцию воспалительных простагландинов. Далее исследование более свежее 2017 года. Я взглянула на противовоспалительные полифенолы в этой коре и заключила, что эти полифенолы подавляют КОКС-2 и КОКС-1. Это названия ферментов, которые стоят за многими воспалительными симптомами. То есть это не очень хорошие ферменты получаются, и чай из этой коры его подавляет. Также в этом исследовании подчеркнули, что люди с остеоартритом должны пить этот чай, потому что это им очень хорошо помогает. А вот следующее, то есть для нас, для онкологических больных, важно не только противовоспалительные его свойства, поскольку каждая наша реакция исцеления в основном сопровождается воспалительным процессом. И чтобы было меньше боли, конечно, нужно его пить из-за этого. Но не только. Посмотрите, что ещё находится в этой коре. Там находится очень много кверцетина. То есть тот флавоноид, который также находится в чесноке, особенно полежавшем чесноке, раздавленном и порубленном. И этот флавоноид очень популярный между натуропатическими докторами, которые прописывают его для борьбы с воспалительными процессами, для тех, у кого аллергия, потому что аллергии тоже это воспалительные процессы, и другие также состояния болезненные. Но, как я уже вам сказала, именно онкология. То есть это наш чай-народ. Именно поэтому. Ну, то, что он помогает сбросить вес, это, наверное, нас не очень интересует. Вот здесь ещё сказано, что он помогает справляться с усталостью. Это было исследование 2018 года, которое показало, что даже одна чашечка заваренного чая доставит вам те полифенолы, которые удвоят ваши силы и выносливость. А также это исследование подчеркнуло, что этот чай защищает нервы при болезни Паркинсона, и это часто сопровождается усталостью, то есть как бы двух зайцев убивается. То есть болезнь Паркинсона, пожалуйста, тоже принимайте этот чай. Посмотрите, сколько различных заболеваний могут получить пользу от выпивания этого чая. Как принимать этот чай? Ну, вот здесь вам говорят о том, что он может быть в виде капсул. Это, сейчас, секундочку. Вот это вот капсулы доктора Мерколы, вот это у нас тинктура, то есть концентрированная выжимка, и это чай. Ну, это чай, скорее всего, знаете, в этих, в индивидуальных пакетах, что нам не советуется, нам нужно брать вот такой, рассыпной, я бы сказала. И вот он у меня, не открытая пока, еще пакет не открытый. Я обычно беру два пакета. На Amazon я их покупаю, компания Frontier сейчас я беру, раньше я брала другую. Вот, но это немножко подешевле, и они дают за два пакета не очень высокую цену. Еще раз название покажу вам, поскольку имейте в виду, три стакана это минимум на день, нам нужно выпивать. перед едой обычно я отопью со своими добавками, которые мне нужны перед едой. И надо у него очень много, я почему говорю. Я вот все время пока на терапии его применяю и принимаю. То есть очень-очень много уходит. Два пакета, но это где-то пару месяцев закроют, наверное. Значит, как мы будем его заваривать? Итак, я себе завела вот такой заварничек для кружки. Это нержавеющая сталь. Его можно купить с китайских сайтов. Как он у вас называется? Алиэкспресс или... Не помню точно. Ну, во всяком случае, я беру две щепотки вот этого, этой россыпи. Это где-то 10-15 миллиграммов. Я, конечно, не взвешиваю. Две щепотки вот так схватила, положила. И кладу в свою кружку. Когда я его завариваю, завариваю его перед кофейной клизмой. То есть мне нужна вода теплая всегда для моего ведерочка. В большинстве случаев. И я просто наливаю больше воды в кастрюльку. И когда вода закипает, я заливаю его, эту воду, здесь. И смотрите, ей нужно накрыть крышкой. Ну, можно такой, но мне больше нравится другая. мне больше нравится вот это, потому что у нее есть вырезанная часть, для куда этот носик заходит. То есть она плотнее прилегает. И пока я делаю свою процедуру, этот чай заваривается. Но его заваривать нужно 10-15 минут. Он у меня немножко дольше стоит. Но ничего страшного. То есть когда я выхожу уже после процедуры, я вынимаю этот заварник, вытряхиваю его в компостную свой тазик, где там собираю все для компоста. И у меня чистый заваренный чай в кружке остается, с которым я начинаю принимать свои уже добавочки. У нас там перед едой идет инфозайм форте за полчаса до еды и за 15 минут эсидол пепсин. Ну, надеюсь, рассказ об этом чае может вас убедить в том, что принимать его надо. На вкус его подслащивать не нужно. Он не противный совсем, но у него есть небольшой вкус такой, больше в сторону, как это сказать, ну, вот, знаете, вот, похож на, если вы когда-либо заваривали кору дуба, в общем, как любую кору заваривают, вот так примерно оно и чувствуется, но свойства у него другие, чем у коры дуба, мы только что на них посмотрели, поэтому, пожалуйста, ищите, и, как я уже сказала, чем больше вы возьмете вот такого рассыпного чая, большой пакет, в этом пакете 454 грамма, ну, то есть почти полкило, как я уже сказала, где-то на месяц примерно вам этого должно хватить по две щепотки там три раза в день брать, ну, если будете уже заказывать с Amazon, Amazon, по-моему, стал опять посылать в Россию, у меня такое чувство, поэтому, пожалуйста, найдите этот Frontier, это не очень дорого, потому что Stavest Botanical, они дороже за него просят, у них очень тоже хорошо настроганный, может даже чуть получше настроганная кора, но они больше денег хотят, и это тоже, кстати, покупается на Amazon, я там покупаю во всяком случае, и очень часто это в списке бесплатной доставки, то есть, возможно, и вашу страну будет так же, посмотрите, пожалуйста, на эту опцию, с вами была Ольга, всего вам доброго! Редактор субтитров Корректор А.Егорова